Всем добрый день! Понятно желание горожан, приезжающих, о том, что жарко, хочется искупаться. Но, к сожалению, так сложилось, что на территории города Ачинска нет мест, где можно купаться. Да, мы обдумываем вопрос, каким образом, где эти места подобрать, но их нужно готовить. И сейчас это точно мы быстро не сделаем. Поэтому, только на примеры того года мы знаем, что в районе понтонного моста здесь большие серьезные водовороты, глубина большая. Один у нас мальчик утонул, и мы его до сих пор не нашли. В этом году, вот сейчас, сегодня, временно исполняющий обязательств председателя правительства, Верещагин Сергей Викторович, проводил совещание. Пять детей утонуло, значит, в ближайшие, последние вот эти дни, в том числе и Красноярске, значит, и в других регионах. У нас, вроде как, мы делаем рейды, профилактику делаем, но на той неделе двое учеников, с одной из школ мы уже там проводим мероприятия, обращаясь к родителям тоже, чтобы смотрели внимательно, и от вас еще многое зависит, если вы будете все-таки говорить своим детям, что нельзя этого делать. Все-таки пошли опять к понтонному мосту и решили искупаться. Затянуло водоворот, и уже спасатели спасли. И спасибо им за работу, наши организации спасали. Поэтому мы профилактические меры будем проводить совместно с полицией, с ГИМСом, с нашим, с ГОИЧС. Полиция сегодня тоже предупреждает, и, соответственно, будем проводить профилактические меры, в том числе с привлечением к ответственности, кто не понимает. Сейчас проходим, смотрим, значит, мужчины окупаются, ну их два, один там немножко где-то убежал. Взрослые дают пример, то, что нельзя. И поэтому, конечно, дети тоже соблазны получают. Поэтому еще раз обращаюсь, жизнь в ваших руках, и, наверное, когда это происходит, это не наверное, а точно, это большое горе, когда случается такая трагедия. Еще раз просьба, нельзя у нас здесь, опасный чулым, чулым опасный, нельзя купаться. Загорайте, пожалуйста, но, пожалуйста, не надо купаться, иначе трагедии можно не избежать. Всем спасибо.